Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Кравцов Сергей. Хотелось бы рассказать такой интересный опыт взаимодействия меня с нарциссами и с частью истериков. И отчасти я для них снимаю этот видеоролик, чтобы не было недопонимания, потому что есть некоторая сложность в консультациях. Видимо, скучно стало нарциссам и истероидам. К зиме очень много как-то скопилось их обращений. И в чем суть? Они примерно одного и того же характера. И мне это с вами затрудняет вести терапию, вести беседу и взаимодействовать. Вы звоните мне, истерик или нарцисс звонит мне и говорит, я хочу получить хотя бы примерно понять, какой у меня тип личности на консультации. Это возможно? Я говорю, да, в принципе, возможно, есть тесты и так далее. Ну, то есть плюс-минус ядро можно как-то определить, попытаться в случае, если человек со мной искренен, и он идет на контакт. Нарцисс же или истерики, они там по-разному немножко, у нарциссы, конечно, даже лучше, начинают отыгрывать какой-то другой тип личности. Вот он отвечает заготовленными фразами, рассказывает, какой он эмотивный, какой он парнояльный, какой он эпилептоидный. Но, понимаете, все ваши заготовленные фразы, они неестественные. И, в принципе, я сначала сидел, я даже, честно, некоторые люди привели меня в замешательство, они очень хорошо подготовились. Я просто это сначала отбросил в сторону вторичного типа личности. Ну что, вторичный тип личности какой-то другой, а это действительно передо мной переплет. Но, так как вы мне, вы по телефону, да, все это дело озвучиваете, я не могу отрицать, что, ну, я вынужден верить на слово, что у вас действительно есть эпилептоидные черты. Я должен согласиться, с одной стороны, с тем, что вы у нас эпилептоид. Но, с другой стороны, фишка в чем? Фишка в том, что вы врете самому себе, и я, ну, вижу, что несколько заготовленные ваши ответы. Если вы звоните мне для того, чтобы я согласился с вами, ради бога, не вопрос, мы можем даже просто ограничиться сообщением, вы мне пишете, я эпилептоид, я говорю, да, эпилептоид, то есть, точка, если вам от этого легче. Фишка в чем? Фишка в чем? Вы должны искренне мне отвечать на вопросы, потому что, как только после того закончилось тестирование, мы как бы начинаем какой-то общий диалог, человек говорит, да вот, да, зря вы там из Москвы уехали, вы знаете, в Самаре не очень хорошо, там. У вас там, грубо говоря, ну, там, я сейчас буду таким более коротко расскажу диалог, но у вас там типа стрёмный. Я вижу, что у человека еще какие-то там, да, триггеры прощупываю, и что у человека, ну, такая, как бы, сказать, ну, сильная нарциссистическая линия. То есть, как только он отошел от образа, право-влево, то, соответственно, как бы, вот, сразу начинает себя колоться, сам себя сдавать. И, ну, для чего вы это делаете? Вы звоните психологу, вам нужна помощь, на самом деле. Вы же ради этого звоните. Зачем вы психолога ограничиваете в этих инструментах, да? Да? Говорите с психологом искренне. Старайтесь не ограничиваться одной-двумя консультациями. Это очень важно, потому что вы же звоните за помощью, да? Поэтому, если у вас с этим проблемы, или вы не можете выйти из этой игры, тогда звоните снова. Давайте больше общаться, давайте как-то перейдем к терапии, Потому что нарциссическое расстройство, это риск заработать бар, это риск, соответственно, играть и проиграть, да, в эти все... Какая основная проблема у нарциссов? Они начинают, то есть, понимаете, манипуляции, когда паранояльный манипулирует, он этим самым достигает конкретной цели. Нарцисс манипулирует просто в прикол, или изоходя из каких-то своих комплексов. То есть, это бессмысленные манипуляции, как правило, ничему не ведущие. Он топит своих близких, которые, допустим, в каком-то, пускай отдаленном будущем, но могут ему помочь. Над ними прикалывается и так далее. Поэтому, соответственно, если вы звоните, то будьте со мной честны и откровенны максимально. Я вас абсолютно не знаю. Вы мне звоните с аккаунтов, которые там просто аватарка какая-то там, Дэдпула стоит. Я совершенно не знаю, кто вы. Никуда эта информация, кроме нашего диалога, не уйдет, но это просто бессмысленно. Поэтому, дорогие друзья, это заметка о том, как мне звонят нарциссы, и я просто хочу всех нарциссов попросить быть более откровенными. Тогда я смогу помочь вам и смогу честно определить ваш тип личности, сказать, это не вторичный нарциссизм у вас, а это первичное ядро. Мне самому будет понятней, где у вас ядро, а где у вас вторичность. И, конечно, имейте в виду, все, кто обращается за определением типа личности, что за два часа, я всем это и по телефону озвучиваю, сделать это крайне сложно, и это очень приблизительно в любом случае. С вами был Кравцев Сергей. Подписывайтесь на канал. Я вас жду всех у себя в Инстаграме, а также на консультациях онлайн. Да пребудет с вами здоровье, дорогие друзья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!